Здравствуйте! Вы смотрите новости МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сейчас коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Североказахстанцы продолжают обсуждать переход на латинскую графику и проводят творческие застязания в рамках фестиваля языков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со дня на день уборку зерновых закончат в Мамлюцком районе. На полях там осталось чуть больше 1% посевов. В целом хлеборобы региона скосили 95% этих культур. Пополнили амбары на 4 млн 613 тыс. тонн. Самый богатый урожай в районе Махжана-Жумабаева. С одного гектара там получают 20,5 центнеров. А средний показатель по области – 17,3. Масличные аграрии скосили на площади 540 тыс. гектаров. Обмолотили почти 65%. Получили 438 тыс. тонн масла семян. Средняя урожайность – 9,5 центнеров с гектара. А вот самая высокая – 11,3 у шалакынцев. По темпам лидирует Айртаусский район. Тому брали больше 85%. А сбор овощей закончили совсем. Также финишировали жамбылцы, мусреповцы и тайншинцы. Остальным осталось убрать около 10% овощей. В среднем с гектара получают 194 центнера. Айртаусцы снова впереди. У них 236 центнеров с гектара. И мы продолжаем. 650 миллионов тенге на ремонт 8 улиц Петропавловска выделили из областного бюджета в этом году. Однако в реконструкции нуждаются намного больше дорог. Потому из республиканской казны дополнительно направили еще 2 миллиарда. Эти деньги пойдут на ремонт 18 улиц и тротуаров, а также новые остановочные павильоны и светофоры. Там, где уже завершены все работы и где их только начинают, побывала наша съемочная группа. 7,6 километров нового дорожного полотна. Масштабная ремонтная кампания началась в Петропавловске весной. На благоустройство 8 улиц из областного бюджета ушло 650 миллионов тенге. Однако в ремонте нуждаются намного больше дорог. Потому из резерва правительства в регион направили еще 2 миллиарда. Каждая тенге пойдет в дело, заверяют представители местной власти. Будет выполнен средний ремонт проезжей части по 18 улицам. Будут выполнены устройства тротуаров, проезжей части. 88 остановочных павильонов будут установлены. Светофорные объекты на 19 перекрестках. Некоторые улицы решили расширить. Сегодня техника работает на Жуково. Вместо 6 метров проезжая часть будет 9. В следующем году такая реконструкция ждет 4 улицы в микрорайоне Береке. Дождалась ремонта и улица Набережная. Если раньше ездить здесь было проблематично, как на полосе препятствий приходилось объезжать каждый колодец, то уже через пару дней новое дорожное полотно будет готово. Ремонтом дорог в областном центре занимаются 9 подрядных организаций. Здесь трудятся специалисты ТО дорожника Шикаспан. Помимо среднего ремонта проводят и отсыпку щебнем. На эту работу выделили 336 миллионов тенге. В настоящее время выполнено по 85 улицам работы на площади 233 тысячи квадратных метров и 35 километров. В общем сделано. В 2016 новое дорожное полотно появилось на 11 улицах. В этом реконструировали 37. Видно, что делается. Сейчас для водителей большой плюс. То, что на этих кочках все время эти ремонты и много денег уходит на ремонты автомобилей. И самое главное, что у нас наконец-то это началось. И будем надеяться, что дороги у нас будут хорошие. Я сам водитель. Поэтому очень приятно, что ложат дороги. По крайней мере, вон тот отрезок, он был убитый. Да и здесь было. Сейчас приятно ездить. Приятно ходить. Что новый асфальт. Особенно мне понравилось, что до школы сделали. Прекрасно. А то ходили по камням. 60% дорожных работ уже выполнили. Закончить запланированный ремонт подрядчики обещают в октябре. Ксения Куценко, Жолдозбек, Ермуканов. Новости МТРК. Реконструкция городского парка культуры и отдыха близка к завершению. 70% работ уже выполнено. Как изменилось, любимое место Петропавловцев узнала Женсулу Тастемирова. С начала реконструкции парка культуры и отдыха прошло около двух месяцев. Изменения гармонично вписались в привычную картину. Свежие асфальтовые дорожки, новые лавочки и фонари. Это только детали. А баскетбольную и футбольную площадки сложно не заметить. Раньше здесь были непроходимые чаще. Кстати, опасения горожан по поводу зеленой зоны, похоже, были напрасными. Здоровые деревья оставили. А вот в борьбе с дикими зарослями коммунальщикам еще придется потрудиться. Парк культуры и отдыха – настоящая гордость Петропавловска. Идею о его реконструкции многие приняли негативно. Уж очень жители города привыкли к его старому облику. Но уже сейчас большинство поменяли свое мнение. Новшества сделали парк только красивее и ухоженнее. Посмотреть на изменения, отдохнуть от городской суеты или заняться спортом. Свежий, облагороженный вид привлекает сюда еще больше посетителей. С утра до позднего вечера по новым дорожкам ездят велосипедисты, не боясь наткнуться на детские коляски. Родители не опасаются, что их малыши затеряются в зарослях или наткнутся на бездомных. А молодежь с раннего утра тестирует спортивные площадки. Выполнена только часть работы. Учитывали интересы и пожилых людей, и тех, кто только делает свои первые шаги. Для них построили автодром длиной почти в полкилометра. Здесь все как на настоящей дороге. Порадуют ребятишек и новыми детскими площадками. Их будет три для разных возрастов. Я вот с Павлодара считаю, что ваш парк намного лучше. Еще мне нравится, что вот там и для детей есть, и для взрослых есть. И очень нравится тишина, кто хочет подышать. Там почти у вас лес. Очень нравятся и белочки. Все расчистили, были заросли такие, было страшно. А сейчас нет. Хорошо, нам гуляем. Все для ребятишек красиво сделали. Интересно, что на следующий год подрастем, будем там бегать. Фонари часто стали менять. Раньше были так все разбиты, а сейчас все очень красиво. Гулять стало намного приятнее. Зато эту часть излюбленного места гаража не узнать. На 22 тысячах квадратных метрах будет центральная площадь Петропавловска. Теперь во время праздников и концертов места хватит всем. Кстати, здесь уже устанавливают новое энергосберегающее освещение. Такие фонари будут по всему парку. В рамках реконструкции планируется озеленение. Будут новые живые изгороди, деревья. Также установят малые архитектурные формы. А на площади новую колоннаду. Старую перенесут в Парк Победы. Учли пожелания молодежи. По их предложению здесь появятся английские, японские сады и альпийские горки. Одни строят, другие ломают. Яркий павлин уже пострадал от рук вандалов. Ему обрубили крылья, а вокруг раскидали разноцветные камушки. Видимо, без камер наблюдения здесь не обойтись. Напомню, на реконструкцию парка из городской казны выделили 285 миллионов. Все работы выполняет один подрядчик. Сдача объекта запланирована на конец осени. Женслу Тастимирова, Казбек Арыкбаев, Живузбек Ермуканов. Новости МТРК. Региональный проект долевого строительства для клиентов «Жилстройсбербанка» обсудили в Петропавловске. В банке 30 тысяч вкладчиков. Общая сумма их депозитов – 12,4 миллиарда тенге. Все они планируют получить качественную недвижимость. За это отвечает фонд гарантирования жилищного строительства. Его создали в прошлом году. В Петропавловске представители фонда встретились с застройщиками, обсудили взаимное сотрудничество, заключение договоров на выдачу гарантий. Их уже получили две строительные компании. Этот документ позволяет дольщикам быть уверенными в том, что их не обманут и возведение дома не заморозят. Отмечу, фонд работает с 30 казахстанскими строительными компаниями. Всего до конца года в Петропавловске в эксплуатацию сдадут 16 многоэтажек. Как застройщик должен соответствовать требованиям следующим. Первое – иметь опыт строительства 3 года и опыт строительства жилых домов не менее 18 тысяч квадратных метров, если он строит в Астане, в Алма-Ате, и не менее 9 тысяч квадратных метров, если он строит в регионах. Пожар на железной дороге. Из цистерны вылился бензин и загорелся. 60 тонн – объем значительный. Чрезвычайной ситуации присвоили наивысшую степень опасности. Как пожарные справились с возгоранием на учениях, расскажет Ольга Файзулина. Из цистерны вытекает бензин. Образовавшаяся лужа загорелась, ее нужно оперативно потушить. Такова легенда учений. К железной дороге первой подъезжает машина пожарной части номер 4. Она ближе всего находится к месту возгорания. Работает оперативно. Есть угроза взрыва. Вокруг у нас здесь жилой сектор, поэтому здесь угроза распространения взрыва, то есть на большие площади. Спустя пару минут присоединяются еще несколько частей. Подъехал пожарный поезд. Огонь исчезает под покровом пены. К возгоранию нефтепродуктов пожарный поезд подготовлен лучше машин. Здесь есть специальные рукава и цистерна для откачки бензина. Этот способ применяют при повреждении емкости, когда еще нет возгорания. Еще один плюс – большой объем цистерн. Ответственная территория – железная дорога от станции Макушина до Исселькуля. Похожая ситуация, как на учениях, уже была, говорят специалисты. На элеваторе «Султан» был пожар. Там пути подходят, железный транспорт в наш поезд выезжал. Благодаря этому пришлось избежать катастрофы большой. Где проходит путь, мы везде можем подъехать. Получается, одна машина там, грубо говоря, дает 10 кубов воды, у нас 150 тонн. Температура горения бензина – 1200 градусов. С его тушением пожарные успешно справились в течение получаса. В них приняли участие больше полусотни человек. Ольга Файзулина, Желудыбекер Муханов, Новости МТРК. В Северном Казахстане начался профилактический месячник по пожарной безопасности. В преддверии отопительного сезона спасатели напоминают жителям частного сектора о соблюдении необходимых правил. Всего в этом году было около полутысячи опасных возгораний. Об этом сообщили специалисты ДЧС региона. В этом году в Северном Казахстане произошло 488 пожаров. Материальный ущерб составил 63 миллиона тенге. С началом отопительного сезона специалисты ожидают увеличения числа происшествий. Уже сейчас североказахстанцы включают обогреватели, топят печки. Все это создает риск возникновения пожаров. В сентябре их было больше 20, а за прошедший отопительный сезон – 348. Основной акцент у нас в сентябре был – это загорание в степях, в лесных массивах, загорание травостоя, мусора. Очень много было сделано выездов. Были пожары, допустим, в частном секторе при эксплуатации печи. Это у нас характерные пожары, когда люди топят бани, оставляют без присмотра. Почти 90% пожаров в Казалжарском районе были в жилых домах. В сентябре на территории одного из предприятий ночью подожгли сено. Сгорело три тонны. Виновника ищут полицейские. В преддверии отопительного сезона в регионе начался профилактический месячник. Сходы с населениями прошли в Боколюбово и на Лобинском сельском округе. Жителям объясняют правила пожарной безопасности. Например, нельзя около дома высыпать залу. Она может леть до трех дней. С начала текущего года, 2017, на территории Казалжарского района у нас произошло 62 пожара, что является небольшой рост у нас дает, это 9%. Идет рост пожаров у нас по сравнению с прошлым годом, аналогичным периодом прошлого года. Материальный ущерб от данных пожаров составил более 3,5 миллионов тенге. Из четырех человек основной причиной гибели является неосторожное обращение с огнем. Это три человека погибли по данной причине. И одна гибель произошла по нарушению правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Несмотря на завершение купального сезона, на водоемах продолжают гибнуть люди. На прошлой неделе в Жамбылском районе в селе Богатом произошел несчастный случай. 58-летний рыбак не удержался в лодке, упал в воду и утонул. Всего в водоемах региона в этом году погибли 20 человек. Ольга Файзулина, Казбек Аркбаев, Новости МТРК. К службе годен. Нет, это не о призывниках. В Северном Казахстане проверяют профпригодность полицейских. Они должны показать свои знания нормативно-правовых документов, продемонстрировать физическую и огневую подготовку и пройти проверку на полиграфе. Заключительный этап – собеседование с аттестационной комиссией. Она и определяет, кто из стражей порядка оправданно занимает свою должность, а кому навыков и профессиональных качеств не хватает. 13 сотрудников ждет повторная аттестация, один не соответствует требованиям. Его рекомендовали понизить. В 2017 году всего проведено 9 заседаний. Всего по графику должно пройти 292 сотрудника, из них на сегодняшний день прошло 188. В соответствии с занимаемой должности 145 сотрудников. В соответствии с занимаемой должности рекомендуется для защищения кадровых резервов с выдвижением 7 сотрудников. Отдать долг Родине. В Петропавловске на срочную службу проводили 30 новобранцев. Они будут служить в пограничных войсках. На торжественном мероприятии побывали наши корреспонденты. Пока еще в гражданке, но уже солдаты. Призывников легко отличить по внешнему виду. Максим Ковылев говорит, когда пришла повестка, обрадовался. Мечтал проверить свои силы на срочной службе, получить новые знания и пройти настоящую мужскую школу. Настроен позитивно. Служить хочу. У меня служил папа, брат служил. Все советуют. Поэтому пошел в армию. Пограничные войска – элита страны. Служить там выпадает шанс не каждому. От Северного Казахстана отобрали 30 человек. Сегодня на торжественных проводах они получают напутствие от опытных военнослужащих. Полностью они проверены. Прошли психологическое тестирование. Беседы представители воинской части. Сегодня ночью бывает на службу воинской части, которая десантлива в поселке Шонжи, Алматинской области. На сегодня мы планируем до конца сентября месяца проводить формированный команд пограничной службы комитета национальной безопасности. Год пролетит быстро, но не для родителей. Сегодня они провожают юных сыновей. А через год встретят их настоящими мужчинами, готовыми в любой момент родину защищать. Всего в Северном Казахстане в этом году на срочную службу уйдут больше 700 человек. Ольга Файзулина, Владимир Боровков, Новости МТРК. Далее у нас реклама. Не переключайте канал. Впереди еще много интересного. Продолжение следует... Все это положительно отражается на его архитектурном облике, который зародился более 250 лет назад и продолжает развиваться по сей день. Архитектура Петропавловская выражена как в монументальности административных зданий времен Советского Союза, так и в современных жилых комплексах. Компания «Казградстрой» придает особое внимание не только комфортной жизни людей в своих жилых комплексах, но и внешнему виду и инфраструктуре своих объектов. Мы строим не просто однотипные бетонные коробки. Мы строим дома, сохраняя и улучшая архитектурный облик города. Казградстрой. Строим красивый город. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Ответственный шаг, от которого зависит будущее молодого поколения. Переход государственного языка на латиницу стал темой очередного брифинга в филиале службы центральных коммуникаций. Своим мнением о лингвальной реформе с коллегами поделился директор компании «Казалжарок» Параджи Расбай Сулейменов. Он считает, этот процесс для страны актуальный и значимый, ведь сейчас 80% всех языков мира обозначают именно латинской графикой. С введением новшества казахстанской молодежи будет значительно проще изучать культуру других народов, узнавать больше языков. Да и казахский станет понятнее и ближе иностранцам. Это определит место республики на мировой арене. Отнестись к предстоящим переменам нужно с большой ответственностью, говорит Сулейменов. Ученые еще активно работают над алфавитом, рассматривают больше сотни вариантов. Я думаю, они выберут самый оптимальный, который будет подчеркивать все особенности казахского языка. А вообще активная позиция населения очень радует, показывает, что они неравнодушны. Спешить с этим нельзя, нужно все научно обосновать. И только потом переводить документацию и печать на новую графику. Каким видит президент Нурсултан Азарбаев будущее казахстанцев? Что нужно сделать, чтобы наша республика была конкурентоспособной и войти в топ-30? Об этом глава государства говорит в своей статье Рухани Жангыру. Обсудили исторический документ и в Гуманитарно-техническом колледже. Продолжит Жан Сулут Астемирова. Патриотизм, духовное возрождение и модернизация общественного сознания. Не просто говорить о высоком, а стремиться к нему. Эту задачу перед казахстанцами президент страны поставил в своей статье Рухани Жангыру. О ее главных идеях студентам Гуманитарно-технического колледжа рассказывают активисты молодежных движений. Молодежь с высоким чувством патриотизма встречает членов информационно-пропагандистической группы, задает очень интересные вопросы, на которые порой иногда бывает сложно ответить. В основном они касаются перехода казахского языка на латинскую графику. Молодежь эти изменения не пугают. В реформе они видят только плюсы. Новые возможности для страны, а значит и для каждого казахстанца. Главное, чтобы были амбиции, считает студентка колледжа Даяна Успанова. В первую очередь это не стоять на месте, продвигаться вперед. Также предлагать и воплощать новые идеи, то есть реализовать их. Потому что я считаю, что у нас, у молодежи, есть очень много задумок, которые мы боимся воплотить в реальность. И поэтому стоит набраться уверенности и воплощать это, и двигаться вперед вместе с государством. В планах молодежного ресурсного центра провести такие встречи во всех учебных заведениях региона. Женслу Тестимирова, Владимир Боровков, Новости МТРК. Язык и дружба едины. Конференцию под таким названием провели в областном департаменте внутренних дел. Но сначала участники встречи обсудили актуальную для казахстанцев тему – переход казахского на латинскую графику. С докладами выступили представители Управления по развитию языков и Ассамблеи народа Казахстана. Они говорили о своевременности принятия президентом такого решения. По их мнению, реформа положительно скажется на развитии всей страны. Кроме того, раскроет весь потенциал госязыка. После представители разных этносов, а в органах внутренних дел работают свыше 20 представителей некоренных национальностей, рассказали о себе и показали творческое мастерство. Гарив Хамзаев – азербайджанец, окончил казахскую школу, он знает 4 языка. В Казахстане я родился, вырос. Потом я себе такой настрой и цель, чтобы казахский язык учить, чтобы высший уровень его учил. На казахском, особенно книги читаю. И у меня друзья много, которые общаются с ними на казахском языке. Городской тур конкурса «Тель Тунакойден Каусаре» прошел в Петропавловске. В поддержку программы «Трехязычие» выступила активная молодежь города. Насколько хорошо современные юноши и девушки знают казахский, русский и английский, выясняла наша съемочная группа. Сегодня в библиотеке имени Шухова молодые люди соревнуются в знании языков. Конкурс на лучшего полиглота проходит в рамках фестиваля языков народа Казахстана. В первую очередь этот конкурс влечет за собой формирование культуры, языкового общения, воспитание личности, владеющей тремя языками, ну и, конечно, укрепление казахстанского патриотизма, уважение к культуре и языку других народов. Молодым людям предстоит показать знания всех трех языков, раскрыть содержание заданной темы на казахском, написать эссе на английском и синхронно перевести текст с государственного на русский. Готовился к конкурсу я непосредственно с начала учебного года. От конкурса я ожидаю максимальных результатов, хочу показать себя. Трехязычие в современном Казахстане – это непременная важность по программе «Мангалек Ель-2050». Я считаю, что каждый гражданин Казахстана должен знать казахский, русский, английский язык. Молодежь собралась активная. В основном это ученики старших классов школ и гимназий, студенты из КГУ и колледжей. Всего в конкурсе участвует 18 человек. Участники городского конкурса получат дипломы и благодарственные письма. Победитель будет защищать честь города на областном этапе конкурса 21 сентября. Анна Житская, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Бабье лето уходит. По данным синоптиков, 22 и 23 сентября в регионе пройдут дожди, которые, возможно, перейдут в мокрый снег. Будет туман, над днем столбики термометров опустятся до 5 тепла, а ночью и вовсе до минус 1-6. Надеюсь, это не испортит вам настроение. Это были все новости. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Прогноз погоды на четверг, 21 сентября. Облачно, ветер северный, 4-5 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 9, плюс 11. Субтитры подогнал «Симон»